Infinitivus relationis. Помните, у нас есть accusativus relationis, ну и, кстати, есть еще dativus, похожие функции. А есть infinitivus relationis. Смысл, например, такой же слово relationis от слова relatio, да? Relatio relationis. Отношения, infinitivus отношения. Вот что пишет черный на экране, вы надеюсь, видите. Он ставится, обратите внимание, при прилагательных. Особенных прилагательных. Которые означают что? Способность, возможность, силу, удобство, легкость, видите? Способность, удобность, легкие, достойность, приятность и так далее. Их противоположности. Ну, какие тут примеры есть? Вот давайте посмотрим. Halepon hevrain. Hevrain это hevrisco, ауэст, infinitiv. Трудно. Ну, не смы... Слово трудно, оно довольно растущатое, мы понимаем, да? В каком конкретно? Конкретно, в каком смысле? В каком конкретно отношении трудно? Hevrain. Видите, они переводят на латынь с помощью супина. Не фиг или инвенту. Трудно найти, вот как это и переводится. Не просто трудно, а конкретно трудно с точки зрения нахождения. Трудно найти. Ну, или вот это самое знаменитое выражение, Deinos legion. Deinos это не обязательно страшный, это искусный часто, да? То есть мастер. Искусный, но в каком конкретно отношении? Legion, говорить. И вместо Deinos, видите, может слово Hekonos, такой достаточный, да? Deunatos, Синный и так далее. Вот это более рафинированное выражение, смотрите. Axios. Deinos, Thaumas, вот как они дальше переводят, из Phukediden. Достойный удивления. Достойный, а конкретно чего? Удивительный, то есть конкретный, достойный удивления. Ну, или вот понятный пример, да, смотрите. Deinos a coin, приятный для слуха. Именно для слуха, не для вида, а для слуха. И не для обоняния, а конкретно для a coin, для вида, да? С точки зрения слушания, да? Я думаю, все понятно, да? Теория понятна. Давайте посмотрим примеры. Мы можем у черного посмотреть какие-то примеры. И у меня в хэндауке я часть из черного добавил к себе. Вот смотрите, да. Вот Deinos, либо Hekonos, Deunatos, Legion, Halepon, Hevreen, я скопировал из черного. Gedius a coin. Или вот, смотрите, это из Илиада. Тут видите? Thauma и Desthay. Ну, чудо с точки зрения того, чтобы на него посмотреть. То есть что-то такое интересное на вид. Замечательно, да? Ну что, давайте начнем. А можно я спросить? Да, да, да. Вот инфинитив, если он стоит в настоящем времени или в аоресте, будет ли это как-то отличаться? Ну, то есть будет ли это как-то передаваться в значении и в смысле? Потому что тут ощущение как будто, ну, никак не передать. То есть мы и presence, и аорест будем одинаково, по сути, переводить. Ну, как, смотрите, вот, давайте вот это более понятный пример. Gedius a coin. Это настоящее время, да? Не Acusa и Acoina. Ну, приятный... Это, кстати, мужского рода прилагательный на какой-то объект мужского рода. Ну, допустим, человек какой-то, певец. Да? Он приятен, сладок буквально, с точки зрения того, чтобы его слушать. Ну, слушать вот сейчас, слушать или всегда слушать. А если бы здесь была аорест? Ну, не знаю. Допустим, человек... Человеку неприятно слушать, но сейчас он сказал что-то приятное, приятное. Какая-то речь приятная для того, чтобы ее один раз послушать. Ну, то есть просто на вид повлияет. Совершенный вид, несовершенный. Я думаю, что мы можем попытаться это учитывать. Можем. Так что я не согласен с вами, что это на переводе не скажется. Как-то скажется немножечко, стилистически. Ну, давайте посмотрим, у черного черного есть такая разница в его примерах. Просто мой хэндаун-то и его примеры не совсем совпадают все-таки. Ну, тут махест хэй и дэст хэй. Ну, вот аорест, смотрите. Чудо посмотреть. Видите? Не чудо смотреть, а чудо посмотреть. Совершенный вид. Угу. Я, кстати, даже не помню, у меня проголодают настоящее время или аорест. Давайте посмотрим по тексту, ладно? Так, еще есть вопросы по теории? Так, давайте пойдем тогда по фразам. Так, первая фраза – демосфен. Так, ну, Марк, может быть. Демосфен, антропоз, прагма сих рэст хай. Человек искусный пользоваться делами. Делами, может быть, обстоятельствами, да? Прагма же можно обстоятельствовать. То есть, вот есть люди, которые не способны воспользоваться благоприятным обстоятельством, они его выпускают. А этот человек такой сметливый, может быть, даже пронырливый. Я уже не помню, что тут конкретно имеет в виду демосфен. Даже не помню, откуда я тебя взял. Прагма, ну, то есть, делами, вещами. Контекст не совсем понятен, но, в общем, человек, который своего не упустит. Вот такой человек. Видите, здесь не говорится, что он демослегий. Может быть, он плохой оратор. Ну, зато он, видите, такой вот, как Моисей, да? Моисей, как известно, был таким красноязычным, да? Но он, как раз, мне кажется, подходит под это определение, да? Прагма сихрэстка такой, ну, умный, можно сказать. Практичный, я уж не знаю. Ну, поищите сами, ладно. Я думаю, наша задача сейчас не понять конкретный контекст демосфена, понять теорию, да? Понять вот эту тему. Думаю, понятно, да? Так, или непонятно. Всем понятно, как это работает? Давайте я порисню еще раз. Значит, у нас есть прилагательное демос. Ну. И у нас есть этот самый, инфинитив. Храумы, глагол храумы. Человек, какой-то искусный, в том, чтобы пользоваться. Ну, а пользоваться там, после глагола храумы, у нас всегда какой-то датив, какой-то дативус в инструменте. В данном случае, в прагмасе. Вот, можем на деньги заменить, да? Человек, который умеет пользоваться деньгами, или, я уж не знаю, чем там, да? Лошадьми, да? Пользоваться. Или оракулами пользоваться. Или еще чем-нибудь, неважно, да? Речью пользоваться. Вот. Идем дальше, да? Тогда, Анна, давайте второе. Улегин Дейнос, Алла Ганна Адюнатос. Так, а кто такой Эпих, как вы думаете? Там был Демосфен. Кстати, Демосфена, знаете, как правило, пишет вот так вот. Просто Д и точка. Вкусная и точка. А это кто такой? Не знаю. Эпихарм. Это Эпихарм. Ну, ладно. Давайте перейдем. Не мастер говорить, но не способный молчать. Да. Эпихарм, насколько я помню, это комедиограф. Да, ведь? Тут описывается человек, который говорить не умеет, но при этом постоянно болтает. То есть он у Дейнос Легин, он не оратор, не хороший оратор, но при этом он не способный молчать. Значит, вот у нас опять Дейнос, и опять у нас инфинитив. Понялись на смысл? Нет? Что-то все молчат. Все понятно? Понятно. Понятно? Все молчат, все в шоке. Так, давайте, Александр, попробуйте. Это ксенофон, понятно. Хиконой эсэнтас акрополейс филатэн. Вот смотрите, вот Хиконой входит в список этих самых волшебных прилагательных, да? Какие-то люди, да? Мужского рода. Да. То есть они были способны защищать акрополей, то есть к защите, да? К защите каких-то акрополей, каких-то точек крепостных. Они были достаточными, вот, кстати, хиконос это такое слово, знаете, более сложное, чем кажется, потому что хиконос может означать и силу, и количество. Вот давайте посмотрим хотя бы даже какого-нибудь Вейсмана или Гварицкого. Вот видите, у Вейсмана еще написано достаточный, в достаточном количестве, либо достаточно великий или имеющий силу, способный. То есть, честно говоря, тоже надо контекст смотреть, то есть, либо их было в достаточном числе, не пять человек, а сколько надо, там, пятьсот, да, чтобы защищать Тасакрополь, Адакрополис. Либо они были достаточно сильные, профессиональные воины, компетентные. Я даже не помню, честно говоря. Это, кстати, начало анабуси, но я не помню, честно говоря. Так, есть вопросы? Все, идем дальше. Ну, давайте тогда, Евгений, еще один анабус. Дорога, видимо, по которой можно проехать и на каких-то упряжки животных, на животных, которые запрягаются. Ну да, например, ну так, да, то есть, у нас дорога сильная буквально, сильная, но опять же, не в смысле, что она накачена с мускулами, мне это надо буквально понимать, но в смысле, она достаточно, мне кажется, просто достаточно хорошего качества, ну, не тропинка, а то, на чем можно, допустим, на валах проехать, широкая, что-то такое. Ну да, вот видите, дворец пишет, годная, пригодная, удобная, даже удобная можно переводить. Удобная для того, чтобы глагол движения перемещаться, по ней даже, эти, как вы назвали, вьючные, да, или как? Ну, подъеремные, да. А что такое подъеремные, это кто такие? Которые подъермом ходят. Лошадь туда входит, да, естественно? Ну, вот, вот не знаю, кстати, потому что лошадь, так-то она, ей дорога особо не нужна, на лошади можно по узенькой тропинке, по-моему. Наверное, валки какие-нибудь, мы с вами, да? Да. В общем, да, угу, ну, понятно, да, на тесте по Реусской, вот так вот работает, да? Так, Дмитрий не пришел? А, пришли, да? Я тут. А можно спросить, а вот здесь эти, то есть, джигиоис, это все-таки дативус инструменте или дативус комоди? То есть, это, ну, понятно, что в смысле разницы особой не будет, но просто чисто для интереса. Это проехать на валах при помощи валов или проехать для валов? Вы какие варианты предложили? Я забыл. Комоди еще-еще? Комоди или инструменте? Ну, мне кажется, какой тут еще может быть? Нет, я просто не расслышал, да. смотрите, можно, конечно, понять, что это инструменте, ну, совершать путь с помощью каких-то особых животных, на слонах, допустим, скажем так, или на верблюдах, как у Геродота, там, помните? Есть такое место. Так, сегодня мы будем его читать, наверное. А можно подумать, что это от дюнатос зависит, да? Давайте подумаем, может ли такое быть? Годное для кого, да? есть ли тут тени где-нибудь? Нет, мне кажется, что это инструменте, вот я честно, я голосую за инструменте, в данном случае. Я просто вообще, у меня нет версии, поэтому я и спрашиваю. Смотрите, вот смотрите, вот смотрите, дюнатос хремоси, какой-то сильный, деньгами конкретно, да? Богатый именно серебром, деньгами. Это дативус лимитатионис или реакционис. Видите, можно поставить существительное в дативе, а можно поставить инфинитив. А здесь я думаю, это я так на полях заметил, а здесь я думаю, что инструменте, скорее всего. То есть, вряд ли речь идет о том, чтобы животные там вольно гуляли, да? Речь идет о том, чтобы на них передвигаться. На них передвигаться. Так, кому-то, людям, то есть. Так, сейчас получается, да, сейчас получается Марк снова, А, нет, сейчас Дмитрий как раз, потом будет Марк. Вот так, Хорос эпитедеус энстротопедеусай, а вот как раз энстротопедеусай, это вот как раз аорист. Да. Местность, пригодная для того, чтобы разместить там лагерь. Точно, да, Геродот. Вот видите, Анна, вы спрашивали, да? Может быть, через год, смотрите, допустим, начнется зима, например, да, или через 500 лет, она будет негодная вообще. А сейчас вот в эту конкретную войну, которая с кем-то ведется конкретно в это время года, она, даже может быть, днем или именно ночью, она пригодна эпитедеус. Один раз. Взять и разместиться, да? Анна молчит. Анна, я вам... Ну, да, да, да. Не согласна с этим? Нет, поняла. Да. Ну, как обычно, то есть на вид указывает, да? Так, дальше ксенофон, керапедия, да, Марк, попробуйте считать. Гедю артос пейнонти фагейн, гедю гюдор пейн дипсонти. Сладок хлеб в отношении, ну, как бы, для того, не для того, в отношении, как бы, съесть голодному и сладкого, да, чтобы выпить, жаждущим. Ну, и смысл понятен, да? Кстати, вы знаете, что, вот, гедю гюдор, как это еще можно перевести, гедю гюдор, насколько я помню? Вот вы перевели сладкое, буквально, да, то есть, приятно, а еще как гедю гюдор переводится? Никто не помнит этого момента, ну, я сейчас... Это пресная, наверное, Да, это пресная вода. Если я не ошибаюсь, это пресная вода, то есть, не морская, не соленая. По-английски так тоже можно сказать, хотя никто так не говорит, но, в принципе, можно sweet water, в отличие от salt water. Это так раньше говорили, да, потом истерлось, это отвалилось? Ну, просто, как бы, не говорят так сейчас, но, в принципе, так можно сказать, то есть, я слышал, что люди так говорят, хотя редко. видимо, какие-то особенные люди. Моряки, наверное, большие. Так, ну, что-то специалист. Да. Ага, а вот еще вопрос, Марк, дополнительно, а вот по поводу гедю, а как будет в мужском роде? Вот это среднее, а в женском, помните, по памяти? ГДЕ, да? Угу. ГДЕ, особое, немножко особое на склонение. Так, ну что, идем дальше. Дальше опять ксенофонд. Анна, давайте попробуем. Клеархоз, Горан, стюгноз, Н. Клеарх был мрачный или страшный на вид. Да, он был стюгноз, по-моему, просто-напросто уродливый. То есть, он был не то, чтобы красавчик, скажем, отвратительный на вид. Не в смысле, что он отвратительный был полководец или еще кто-то там, человек, а он именно на вид, да, был. Причем, видите, тут у нас Горан, это просто-напросто инфинитив в настоящее время. То есть, он всегда был таким с детства, до старости. не то, чтобы он там, я не знаю, получил ранение, грубо говоря, рану на лице и стал уродливым сегодня в этой битве. А он, в принципе, был, всегда, видимо, не очень-то красивым. Так, давайте, Александр, восьмое. Гомен, дейнос, сти, леген, го де, пратынь. Мастер, делать, ой, мастер говорить и делать. А вот нет. Тут не так написано, смотрите, тут нету Кай, да, что какой-то человек, он дейнос, леген, кай пратынь. Два разных человека. Конечно, гомен, го де. То есть, Вася, мастер говорить, а Сережа, мастер делать, условно говоря. Какой-то мужской роды, гомен, го де. Да, то есть, обратите внимание на эту конструкцию. С нее начинает свой учебник Леонор Дики, насколько я помню, что вот эта конструкция, она разводит разных людей. Тут, конечно, плюралис может быть, го и мэн, го и де. И она не требует существительных. То есть, просто артикль это уже человек. Да и нос это же не существительное, это прилагательное, да? Так, два человека, я думаю, здесь имеется в виду разных. Так, дальше Пиндер, пифийская ода. Евгений. Таума, акусы. Чудо. Ну, в общем, чудно это, видимо, чудно это услышать. Видимо, тот, кто это слышит, об этом слышит, изумляется. Ну, по-моему, черный, кстати, переводит. Давайте посмотрим, как он переводит это место. Или нет? Ну, вот есть, похожая, Таума и Дестхай. И Дестхай. И Дестхай. Да, чудо посмотри. Чудо посмотреть. А это чудо услышать, да? Но мне кажется, что это имеется в виду все-таки какой-то, например, гимн, гимн красивый, который приятно услышать. Нет? Да. Конкретно этого нет, вот, из Пиндера. Ну, ладно. чудо услышать. То есть, это чудо с точки зрения того, как его услышать. То есть, ну, допустим, какая-то красивая песня, которую приятно услышать все-таки, я думаю, так. Так, давайте дальше. Дальше какая-то длинная попалась кому-то. Дмитрий. Давайте. Это христианский автор, по-моему, какой-то Татьяна. У кастин Атханатос Андрес Гелинес. Че-то, как будто это ГВАН, да, из-за ци-сан? Андрес Гелинес Гэпсюхэ, кат Гэутэн. Тхнетэ, Дэ. А, понятно. Алла Дюнатос, Дюнатэ, Гэутэ, Каймэ, Апутхнэскэн. Угу. Значит, он не без... А, видимо, она, это, видимо, до двух этих склонений. Окончаний. Двух окончаний, да. Душа. Псюхэ, значит, она не бессмертная, что ли? Угу. Сама по себе. Да. Какая Тхэутэн. Тхнетэн. Но все же смертна. Да. Тхнетэдэ. Да, да. Но она способна сама по себе, что ли, сама? Она и та же. Не-не, Гэутэ надо точнее перевести. Гэутэ с артикором. Та же самая? Она вышеупомянутая душа, то есть душа просто. Вот она же способна так же и не умирать. То есть, она может умирать, а может и не умирать. А почему здесь Дюнатос? А, Дюнатос вот вы подписали, да, здесь? Потому что это поздний автор, у него немножко ломанный греческий язык. Ну, Дюнатос. Видимо, он не знал, что оно может быть трех окончаний. Но это, кстати, интересный вопрос. Давайте посмотрим Дюнатос. Это, смотрите, это речь грекам, а под греками понимаются кто? Ну, язычники, естественно. Видите, трех окончаний, у Пиндера двух, а у этого позднего автора, как ни странно, тоже двух христианского. А Ратио от Грайкова... Ну, вот говорил, не рекомендам. Это, естественно, христианин говорит язычникам. Ну, соответственно, в физике. Да, но только обратите внимание, что он выражает не христианскую точку зрения. Это, скорее всего, он, это не его речь от автора, это, скорее всего, он цитирует какого-то там, ну, грубо говоря, эритика какого-то, да, наверное. Ну, ладно, для нас не это важно, для нас важно, что у нас тут Дюнатос и Инфинитив. Так, все, идем дальше. Плутарх. Марк, попробуйте Плутарха. Эпитедеус апутханейн. Я даже не знаю. Это сложное, кстати, место, не думаешь, что оно легкое, хотя короткое, да, надо подумать. Вот. Посмотрите внимательно на всю словарную статью, не берите первое значение, годное, там, что там дальше есть. А вот есть даже, есть это место, заслуживающий, достойный. А есть где-где? Второе, в Дворецком. А, здесь его нет на экране. Здесь есть другое, смотрите, заслуживающий, вот это испытать, достойный того, чтобы это испытать, хорошее или плохое, да. Помните, что испытать, вот, глагол Пасху, он не всегда с минусом. Это не всегда страдать, это всегда просто, ну, пережить что-то интересное, там, в Диснейленд съездить. Так, то есть, как там в Дворецке это переводит, это ПТДС, Апатханейн? Заслуживающий, достойный. Чего? Апатханейн. Ну, он не переводит всю фразу. Не переводит всю фразу? Нет, нет. Ну, ладно, а что такое, Апатханейн, чисто формально? Это орестный инфинитив. Знаете, вот с глаголом Патнесху там есть один нюанс, вы его случайно не помните? Что он может быть переходным и может быть непереходным, по-моему. Или нет, или это, или там, там, настоящее, прошедшее время. Там, с точки зрения, уже не формальной даже, скорее, а с точки зрения, вот, значения этого, собственно, глагола, он иногда, значит, указывает на насильственную смерть. То есть, ну, как бы быть убитым, что ли. Вот смотрите, вот даже, видите, экран сейчас, типа, теноса под ханейн, это именно, не просто умереть, там, не знаю, от инфаркта, а быть убитым, чем-нибудь, да? Да, да. Я думаю, что тут имеется что-то более агрессивное. Ну, помните, это Плутарх, ну, это, наверное, из его, этих, параллельных жизнеписаний, там, в основном, описывают какие-то полководцы и всякие политики, которые воевали, да? Какой-то человек, заслуживающий тому, чтобы быть убитым, я думаю, я бы так даже переносил. Ну, умереть, в смысле, да, умереть, хорошо, умереть, но, в смысле, не то, чтобы он заслужил того, чтобы он умер, там, от инсульта, да, а чтобы его как-то убил. Негодяй какой-то, короче. Даже можно перевести, заслуживает казни, мне кажется. Это, может, слишком смело, но, я думаю, более-менее подходит. То есть, ему, в общем, да. Мне кажется, когда по-русски, даже мы говорим, заслуживает смерти, ну, в принципе, да, то самое. Гоморос, де Алла, ты пола, аксиос, и по нейстхай, кайде, кайготь, и монастон, поетон, ук агноэй, годэй по ейнь. Так, Гомор, аксиосы по нейстхай, сразу, вот эту глагола. Достойный, как-то, похвалы, ну, быть хваленным. Ну, типа того. Дословно. Да. Так, кайде кай, это у нас, вот это. И, в частности, так же, и в особенности. И в особенности. Да, и в особенности, потому что, хоть и единственный, единственный из поэтов не, не знаю, игнорировал. Не, не знает. Да. Это лицо. То есть, хорошо знает, но и, то есть, прям-таки знает, отлично. Да, знает, что надо делать. Что надо делать, в каком-то смысле, или бы сочинять. Загадочная немножко фраза, но буквально перевод правильный. Вы еще а-а-а-а-ла-ты-пола Да, вот тут я пока не очень. Я думаю, что это, кстати, Релисонис, только в данном случае Аккузативус. Как Аксиос. Я тоже так подумал, но неужели два может быть? Да, может быть. Конечно, может быть. Гомер же и в числе прочего... Кстати, видите, тут пола ещё есть, да? Обычно, знаете, как это переводят? Правда, не совсем буквально. Но среди прочих вещей, за которых их можно похвалить, он кай-де-кай, он также и в особенности может получить комплимент, что ли, за то, что он единственный из поэтов, хорошо знает, что нужно делать. То есть он во многих... Ну, или буквально Гомер же и во многих прочих отношениях достоин того, чтобы его хвалили, а в частности и в особенности за то, что он единственный из поэтов, хорошо знает, что нужно делать. Вот это выражение, оно встречается, на самом деле, оно Геродот, по-моему, встречается, я не помню. И в прочих отношениях, но не только в этих отношениях, но и ещё в особенности Кайда и Кайда, ещё за что-то. То есть у него много хороших качеств, у Гомера, но вот особенно он здесь выделяет. Так, много ещё. Дальше и он идёт, который мы читали, помню всё. Так, кому достаётся? Евгений. Я полагаю, что у гомеридов... Не, не у гомеридов, не совсем у гомеридов. Это же не пора издать его. Я понял, да. Я так полагаю, что весьма достойно быть увенчанным золотым венком кем-гомеридами. Ну, почти. Но мне кажется, тут не так отстранённо, а буквально он про себя говорит. Помните, и он хвастается же там в диалоге? Да. Я думаю, что я, и он, я Аксиус, это инфинитивная конструкция, значит, что я достоин того, чтобы гомериды меня увенчали золотым венком. Вот так, ну. Значит, у нас здесь Аксиус и... И вот так вот, да? Вот такая штука, да, получается? Нет. А, нет-нет-нет, это инфинитивная конструкция, я туплён. Ой, мы Эйной... Да. Так, это же инфинитивная конструкция, значит, водная конструкция и вот это её часть. Так, дальше... Софокл, Аякс, видимо, да. Дмитрий. Это нужно читать как... Ну, попробуйте, да, можете попробовать. Хорейн и той мускулу годы иксом монон. Ну, вот. Вышло. Да. Ну, кто-то мужского рода готов двигаться куда-то, Хорейн, ведь это, по-моему, идти просто или отправиться. Да. А вот и ку я не очень понял. Это кай-у? Да, кай-у. Как называется такая штука? Слияние такое? Забыл. Я каждую неделю всех спрашиваю. Да, я помню. Что спрашиваете? На букву кэ начинается по-веречески. Кра... ну, красис. А как запятая? Красис, да. Каранис. Угу, можно же не спрашивать. Да, это каранис, да. Угу. Значит, я готов как бы куда-то там пойти или уйти, наверное, пойти всё-таки Хорейл, да? Да. Да. И... даже словом не покажу... Да, это дейкними, все понятно, дейкними в будущем времени. Не, да, не укажу словом. Одним, что ли? Ну, почему монон-то? У, отрицание. У монон-лога. Не только словом. А, не только словом. И покажу не только словом. То есть, он выражает полную решимость. Я готов пойти, и я не просто это говорю, а я прям уже почти шагаю. Вот я уже прям иду почти. Докажу всё, не только словом. Так... 813, да? То есть, это, получается, вторая треть трагедии. Так... Ага. Так, опять Сафокова, видимо, царь Дип, да? Достается Марку, да? Пожалуйста. Леген Сюдейн Нус Мандханейн Дегу Кокос. Да, отлично. Ты силён... Ну, стоит говорить. Я же... Мастер говорить. Я же... Плох... В учении... Вот, смотрите, Мандхану, не только у Сафокова, а, например, очень часто у Платона... Я сам, когда впервые узнал об этом, удивился. А значит, понимать ещё просто. Вот таком прямом, таком бытовом смысле слова. Не то, чтобы ходить в школу, а вот соображать, понимать. То есть, получается, Сюдейн Нус Леген, ты как бы... Ты красиво говоришь. Ты мастер говорить. Но я Кокос Мандхана, я что-то не понимаю, что ты говоришь. Ты красиво очень выражаешься, но я что-то не врубаюсь. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Эта фраза, она у Янзина есть в хрестомате, по-моему. Вот запомните, Мандхана и особенно Платона это понимать зачастую, а не учиться. Так, дальше это, видимо, Элиада, да? Анна. О, хорошо, отлично. Давайте тренируйтесь. Это полный гигзаметр. Ага. Вместе со скобочками, да? Да, это я... Зачем я скобочку дал? Вот это Энполемо не относится к фразе, ее переводить не надо. Но прочитать надо, да? То есть, это начало гигзаметра. Ага. Энполемо халепой дед хой файнест хай анаргейс. Абсолютно верно. Энполемо халепой дед хой файнест хай анаргейс. Здесь у нас сокращение, да? Ну или нет, то есть Энполемо халепой дед хой файнест хай анаргейс. А вот вчера Дмитрий выражал некоторую гипотезу, что сокращение и слияние происходит в ударных только слогах. Смотрите, Дмитрий. Вот здесь похоже, что все-таки слияние... И тут нет удара. Оно же не ударное, да? Все-таки это не всегда работает, видимо. Так, ладно, давайте. Энполемо не надо переводить в войне. Переводить начиная с халепой. Ну, тут как бы если немножко перефразировать, то богам сложно. Файнест хай, мне кажется, именно здесь это как бы давать знамения. Нет, я думаю являться, просто появляться. А, появляться? Появляться ясно или как бы отчетливо? Или даже, значит, не появляться... Нет, богам ничего не трудно, они же боги. Тут немножко другой оттенок смысла. Смотрите, им это не трудно. Но имеется в виду, что буквально боги трудны с точки зрения появиться явными, да, Энергейс? Угу. Смысл в том, что вы помните, что греческие боги, они... Это правило иногда нарушается, но они, как правило, не появляются в своем виде. Они либо облаком каким-нибудь окутаны, либо просто как это... Богиня в Одиссее, она появляется в образе других людей. В образе, например, друга Одиссеи Ментра, она появляется. То есть она в виде богини, она не является людям. Это слишком сильно было бы. То есть я бы так это перевел, что боги редко появляются явно, открываются кому-то. А вот это место даже есть, открыто являться кому-то, видите. Угу. То есть богам не трудно, это нам трудно их увидеть. Мы почти их не видим, богов в качестве богов. Мы видим их в качестве каких-то отражений в виде других людей. Либо вообще не видим. Так. Ну что, идем дальше. Сейчас кто? Александр, да? Да. Периклес их о Ксантипу, а наркотекейнон тонхронон протос и тхэнайон лэгин тэкай прасэйн тюнатототос. Угу. Значит, Перикл Ксантипович, муж, в то время первый из Афинян, наиболее способный говорить и делать. Говорить и делать. То есть, помните, у нас в первой фразе был человек, способный пользоваться обстоятельствами, делами, какой-то такой практичный. Потом у нас были люди разнесены, да, тут дейносы. Один говорит хорошо, другой хорошо делает, а этот, получается, и говорит хорошо и делает, по мнению Факидида. Правда, помните, да, что у него был один недостаток всё-таки, да? В чём он не был, дюнатототос? Перикл. Давайте допишем, допишем Факидида. Я не знаю, как вот этот глагол лучше подобрать, короче, он полководцем был плохим. Да. Может быть, этот, может, какой-то другой лучше подобрать. Наверное, вот этот подойдёт, полимейн, да? Я бы сказал так, легиинтепрасин дюнатототос, запятая, полимейндеу. То есть, он был полководцем, был так себе. Хотя, вы знаете, что такое вот этот, понимаете, полимей, а что такое полимейское, знаете, с таким суффиксом? Александр? Нет. А кто знает? Я вижу, что имперфект, индикатив. А почему он так странно выглядит, кто-то знает? Ну, это итеративный, вроде... Вроде суффикс. Да, суффикс итеративный, да. Правильно. Это имперфект. Иметь обыкновение воевать в прошлом. Ну, не то чтобы обыкновение, но как бы часто что-то делать регулярно. Это... Я называю его ионическим, ионическим имперфектом, потому что он, как правило, встречается у Гомера и у Геродота. У него, смотрите, у него две особенности. У него нет аугмента, хотя это имперфект, и у него добавляется суффикс «ск». Тем не менее, он считается имперфектом, и он обозначает какое-то повторяющееся действие. Это тот же самый, что в глаголах «heurisco», «heurisco» и «gignosco»? Суффикс тот же самый, но там он уже стёртый. То есть, «heurisco» это не значит регулярно что-то находить, это просто находить. Не, я понимаю, да. А вот в ионической прозе это регулярно. Ну, не обязательно прозе, у Гомера он тоже есть. Он только в имперфекте встречается? Да, он называется ионический итеративный имперфект. Но он не то, чтобы частотный. Но обычно его, знаете, применяют таким случаем, когда, например, вот, по-моему, в истории про кабана, свиновещ, у Геродота, там говорилось, конечно, что она, или ещё про кого-то у Геродота, что кто-то опустошал поля регулярно. Не то, чтобы один раз взял и опустошил, либо постоянно опустошил. А вот, типа, каждую весну два раза опустошал, из весны-весну, да. Сначала весна, и кто-то регулярно опустошал поля. И там используют такой вот безаугментный ионический имперфект. Так, ладно, последняя фраза осталась. Сейчас её читает Евгений. Электро, да? Томе блэпэйн гетойма. Я, если честно, пока вы не сказали, что это электро, я думал, что это какая-то штука, которую делают... Да, я понял. Что это может быть какая-то заготовка, то есть какая-то вещь не готовая к тому, чтобы на это посмотреть. Черновики, да, какие-то гениальные? Черновики гениальные. Нет, я, по-моему, это чуть ли не сама электро-гетойма женского рода. Ну, неважно, это как бы... А, я понял, я понял, сейчас нет. А к чему относится артикль то? К блэпэйн. К блэпэйн, это субстантивация. Когда готовая к тому, чтобы больше не смотреть, готовая ослепнуть или умереть. Да. Да. Умереть. Умереть. То есть она говорит, я готов... Ну, кто-то говорит, неважно, что она готова, ну, навеки как бы закрыть глаза. Томо Блэпэйн. Это эфемизм, конечно. Понятно, да? То есть готова не к тому, чтобы там выйти замуж, ну, там, уехать, а вот именно Томо Блэпэйн больше не видит этот мир.